Девушки отдыхают Девушки отдыхают Начать Сегодняшний эфир Потому что время уже 19.00 Итак 13 марта Понедельник Сегодня Долой суеверие Так Помолимся Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Господи Твоей неустанной милостью Очищай и укрепляй церковь Твою И поскольку без Тебя Она не может существовать Никогда не оставляй ее без Твоего водительства Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына Который с Тобой живет И царствует в единстве Святого Духа Бога во веки веков Аминь Аминь, аминь, аминь Давайте мы будем как-то двигаться к началу Добрый день, мои дорогие зрители Добрый день, дорогие ютубы зрители Те, кто смотрит этот прямой эфир Кто смотрит в прямом эфире Да, может быть и в записи Запись тоже ведь будет Добрый день, мои дорогие вконтакты зрители Рутубы зрители Бусти зрители А также аудио подкаста слушатели Всем добрый вечер С вами я, как всегда, Павел Бегичев Старокатолический митрополит Церковной провинции Святого Михаила Архангела И это у нас 284 серия программы Один дубль, в которой я отвечаю на ваши вопросы Вопросы можно задать вот сюда Вот сюда на почту Вопрос.1.dubl.sobak.gmail.com Я решил модным QR-кодом, так сказать Обозначить ссылку на бусте Подпишитесь, пожалуйста, на бусте На любую сумму в месяц Подайте на создание контента Прошу подаяния Потому что без ваших пожертвований Все очень-очень грустно У нас нет спонсоров У нас есть только Бог и вы Впрочем, как говорил один мудрый человек Если весь мир против вас Но с вами Бог, вы в большинстве Добрый вечер, Рузвельт, дорогой Добрый вечер Мы вот тут С вами, короче, как-то так Ну-с, ладно Давайте мы Не откладывая дело в долгий ящик Начнем, пожалуй Сейчас я открою Письма Сегодня как-то так изрядно даже Пришло писем Вот Давайте на них попытаемся ответить Сразу что-то меня это Нос заложило Так Володимир Демченко интересуется Володимир Он так и написан Украинская, видимо Значит, вариация имени Доброго времени суток Святейший владыка Павел Скажите, пожалуйста Почему вы такой злой и колючий? Спасибо Потом второе письмо Следом пришло Ни в коем случае Не хотел вас обидеть Моим последним вопросом Владыка Павел Просто часто замечал Что вы иногда Очень горячо реагируете Надеюсь, вы простите меня Если задел Спасибо Почему я злой? Ну, естественно Потому что у меня велосипеда нет Как? Почему? Если бы был у меня велосипед Я бы сразу добреть начал И зверушку какую-то бы завел себе Ну, на самом деле Злой я Конечно же Безусловно злой Вот Сейчас у меня еще Железный аргумент Это у меня сахар в крови Подскочил просто Вот Теперь вот Могу Да Беспрепятственно Железный аргумент На самом деле Конечно, это плохо всегда Когда Значит Человек злится Раздражается Меня действительно Многое раздражает Я человек вспыльчивый Борюсь с этим грехом Безусловно Меня, например Раздражает Ну Очень раздражает Агрессивное невежество Скажем так Ну, или просто лень Вот Невежественная лень Или ленивое невежество Когда К примеру Вот Человек пишет Святейший владык Павел Ну, знает же Что я Митрополит Что к митрополиту Так не обращаются Значит Святейший владык Обращается так Только к патриарху А к митрополиту Так обращаться нельзя Не по чину Например Да Вот Что вот стоит Мне кажется Человеку Потратить Даже не пять минут А ровно одну минуту Набрав В любом поисковике Правила обращения К духовенству Что-нибудь такое И прочитать Значит Как обращаться К священнику К диакому К епископу К архиепископу Митрополиту К кардиналу Патриарху И так далее То есть Это ровно Одна минута А например Ну человеку Ну как бы лень И он так вот пишет Ну например Вот это меня Может раздражать А еще может Меня там Раздражать Много чего Но это не интересно Это все скорее Больше моя проблема Конечно Владыка не злой Он ревностный А некоторые вопросы Присылаемые Глупыми людьми Просто казалось Не ну так бывает Ну причем Ну Мы же не меряемся Здесь IQ Ну Все вопросы хороши Выбирай на вкус Что называется Мне вот принцип Все вопросы Которые пришли На нужный адрес Зачитывать Я не считаю Ну как бы Людей А приори глупыми Ну Бывают неудачные вопросы Бывает вот Ленность Да Ну вот это меня Наверное Больше всего раздражает Когда человек Не просто Невежествен А он невежествен Либо агрессивно Невежествен Либо он Ленив Предвзят Например Вот он Что-то прочел В одном источнике Все Вот у него Сформировалась Точка зрения Больше он Ничего знать Не хочет Ну иногда Бывает что Люди Специально Тролят И там Могут Вводить Меня Из себя Так тоже Бывает Ну то есть Я иногда Ведусь На троллинг Хотя стараюсь Не вестись Конечно Вот Поэтому Вы уж извините Меня Если Кого-то Я уколол Вот Видит Бог Не хотел Очень хочется Быть белым Пушистым Добрым И Таким Благостным Вот Вот Отец Савва Можока По-моему Вообще Никогда Ни на кого Не злиться Вот Хочется Таким Быть Но Не получается Пока Пойдем Я не прочел Все архиепископы Или митрополита То Конечно Ваш Высокопреосвященство Хотя Конечно Все мы же Смотрели Фильм Три Мушкетера И все Помним Его Высокопреосвященство Нам обещал На небе Райское Блаженство Вот что-то Там Но Просто Потому Что Кардинал Ришелье По-моему Был Статусе Архиепископа А может И митрополита Не помню Исторический Кардинал Ришелье В каком был Сане Дело в том Что кардинал Это ведь Не Ну это Такая Административная Должность На самом деле Может И в ней Может быть Человек По-разному Так вот Возвращаясь К Теоэстетике Теоэстетику Можно толковать По-разному Ну если Это Вот То о чем Говорил Достоевский Что красота Спасет мир Нет Ну на самом деле Теоэстетика У многих И русских Богословов Тоже встречается Да вот Даже мы Как бы Не называя Этот термин Обсуждали ее С отцом Савой Да Это когда Ну скажем так Так эстетическое Начало Является Основополагающим В вопросах Богословия То есть это Как Нож оббоюдоострый Из этого Может выйти Знатная Какая-нибудь Ересь Мерзенькая Такая А может Выйти Что-то путное Поэтому Я не готов Тут обсуждать Этот вопрос Потому что Он А. Многогранный Б. Значит Гансурсов Он Бальтазар Я не читал В Ну Очень Многозначный Термин И Хотелось бы Сузить Контекст Скажем так Для того Чтобы ответить На этот вопрос Давайте Пойдем Дальше Сергей Федоров Вот всегда Прекрасные Вопросы На которые Я ответ Не всегда Знаю От Сергея Федоров Сергей Федоров Интересуется Здравствуйте Владыка Павел Святой Кирилл Иерусалимский И другие Отцы Говорят О двух Родах Веры К первому Роду Принадлежит Вера Научающая Когда Душа Соглашается На что-либо И она Полезна Для души Как Говорит Господь Слушай Словесе Моего И верой Пославшему Меня И мать Живот Вечный На суд Не придет Другой Род Веры Есть тот Который По благодати Даруется Христом Ому Бо Духом Дается Слово Премудрости Ином Слово Разума О том же Дусе Другому Вера Тем же Духом Ином Же Дарование Исцелений Итак Сия По благодати Духом Святым Даруемая Вера Есть не Токмо Научающее Но и Действующее Выше Сил Человеческих Ибо Кто Имеет Сию Веру Речет Гореси И приди Отсюда Там И придет Как Соотносятся Между Собой Эти Два Вида Веры Почему Только Второй Вид Веры Считается Здесь Даром Божиим И Насколько Необходим Для успеха Молитвы Второй Вид Веры Я Опять же Несколько Не уверен В том Что Имею Право Выступать В качестве Секретаря Святого Кирилла Иерусалимского Или Пресс-секретаря Вот И Даже не уверен Что имею Право Его Сильно Толковать Но Вообще Если Говорить О вере Как О Таком Человеческом Отклике О Пресуппозиции Что ли О препозиции Или О позиции Вот Необходимой Для Спасения О том Что Человек Подходит С верой Ну Такая Диспозиция Субъективная Диспозиция Взрослого Человека Которая Тем не менее Не является Конечно Причиной Благодать Спасительной Только Таким Необходимым Предусловием Передачи Благодати Так вот Это вера Ну конечно Наша Да То есть Это вот Наша Диспозиция А когда мы Говорим о вере Как о даре Божьем То есть С другой стороны Вот и Вера является Откликом Ведь на Благодать Божия Благодать Божия Всегда Первична В деле Нашего Спасения Она Безусловно Каким-то Образом Нас Так сказать Ну То есть Окликает Предваряет Предваряющая Благодать Да Там Окликает Зовет Призыв Божий Да Вот есть Такое Понятие В священном Писании А что Касается Вот Духовного Дара Иному Вера Тем же Духом Это Духовный Дар Который Сродни Дар Чудотворения Ну то есть Не все Могут Не все Им Обладают То есть Это Бог Выбирает Людей Которые Будут Так сказать Этим Даром Служить Церкви Чтобы Так сказать Ну Действительно Ну если Не горы Двигать Так в общем-то Совершать Чудеса Вот мне кажется Кстати Что этим даром Обладает Моя Супруга Потому что По ее Молитве Происходят Ну какие-то Совершенно Невероятные Ответы Божьи При этом Вот почему-то Оно не работает Только Ну вот На нас Да То есть Вот она может Только За других Молиться Это наверное Тоже Необходимое Ограничение Потому что Когда я ей говорю Жена Ну помолись уже Вот потому что Она там Молится И там Безнадежные Старые девы Замуж выходят Там еще что-то Ну то есть Как-то вот Она Такая молитвенница У меня Вот И Ну и правда Там Она много лет Ведет Сестринские Молитвенные Группы Вот они Там Собираются Молятся С сестрами И сестры Свидетельствуют О божьих чудесах Вот совершаемых По молитве А вот Например Ну вот У меня нет Такого Дара Я иногда Там молюсь Молюсь Я и говорю Помолись Чтобы денег Побольше было У нас Чтобы мы могли Уделять нуждающимся Чтобы бюджет Церковный Могли бы Вот Верстать Там все такое Вот Это конечно Говорит Такое дело Не работает То есть Вот это Дар веры Который Сродни Дару Чудотворения Только Это не просто Ты там Помолился О чуде И чудо Произошло Там Или Возложил руки На больных Вот Тут нет Тут Особое Такое Вот Что ли Ну Ну Это в общем Духовный дар Для пользы Церкви Да Даруем Вот Существует мнение Второе А Владыка В чате Можно ли задать Вопрос Да Можно Иначе бы Потерялся Смысл Вот Иван Тут Павлов Да Спрашивает Потерялся бы Смысл Прямого Эфира Поэтому Задавайте Единственное Что я не Сразу Отвечу Я там Ну Как бы Стараюсь Чередовать Вопросы Из письма Вопросы Из чата Благо Народу Всегда Мало Это не то Что У популярных Блогеров Миллионников У них Там же Все сообщения Тут же Улетают Куда-то А у меня Они висят И висят Так что Все нормально Вот Владыка А можно Пригласить В гости Алексея Гогинского Ведущего Канала Туэстетика Чтобы Обсудить Вопросы Красоты Мне Понравилась Книга Митрополита Антония Сурского Красота И уродство Ну Вы знаете Я очень Стесняюсь Кого-либо Приглашать Просто Потому что Ну вот Мне кажется Что ни с того Ни с сего Если я напишу Незнакомому Человеку То он Еще чего Доброго Испугается И пошлет Меня куда-нибудь Вот Например С отцом Саввы Мы же Как получили Поэтому я Либо принимаю Приглашение А сам Я очень Стесняюсь Правда Ну потому что Там Там уже Я вот как-то Проявил Инициативу Там С Серафимом Сашливым И что-то Никак Ну Не выходит Каменный цветок Неинтересен Я видимо Вот И я что-то Прям Сам Не люблю Выходить С отцом Саввы Получилось Так что Мы предварительно Познакомились Я пришел На презентацию Вот Одной из книг Как раз По Сфеологии Булгакова Потом подошел Мы познакомились А потом Он мне написал Там что-то В личный Чат Поблагодарил За Вот интервью К каналу Пеликан По следам Пеликана Вот А я Ну и тогда уж Я набрался Смелости Ну вроде как Человек Сам вот Первый Я На самом деле Стесняюсь Очень С людьми Вот Списываться Не знаю Если вы Как-то Нас Сведете Познакомите Это Какое-то Вот Предубеждение Не могу От него Отделаться Что Не будучи Представлен Как вот Знаете Ну вот Самому Из меня Аферист Очень плохой Был Потому что Аферисты Конечно Вот они Всегда Подходят Сами Представляются Какие-нибудь Письма Рекомендательные Подложные И используют Я Конечно Просто Офигеваю Таких Людей Сам Я Очень Не такой Я Застенчив Кстати Очень Если Можно Так Сказать Вот Значит Дальше Второй вопрос Существует Мнение Что Светское Искусство В широком Смысле Должно Должно Рассматриваться Как Нечто Вспомогательное На этапе Прихода Человека К Богу В церковь Но потом Оно Становится Для него Излишним Ведь есть Библия Духовные Книги И церковное Искусство Это Достаточно Для церковного Человека Что вы думаете Об этом Об этом Я думаю Точно так же Как Клэйф Степлз Льюис У него Есть Статья Христианство И культура Где он Пытается Довольно Честно Исследовать Этот вопрос Я Даже Читал Лекции На этот Счет Тоже Я Не Принадлежу К тем Кто Отвергает Светскую Культуру Конечно И светское Искусство Безусловно Отвечая На вопрос Что оно Может Дать Христианину Мы Должны Честно Ответить Что Для спасения Конечно Ничего Оно Не даст Ничего Не даст То есть Утонченный Литературный Вкус Или вкус Поэзии Не делает Вас Лучшим Христианином Чем Человек У которого Нет Музыкального Слуха Или Утонченного Литературного Вкуса Нет Он Наоборот Даже Иногда Может быть Так Что Человек Совершенно Глухой К Голосу Искусства Может быть Прекрасным Святым И Наоборот Может быть Тоже Может быть Совершенно Культурно Тонченный Человек Тоже Стать Святым Это Вообще Не зависит Одно От Другого Для чего Нужно Искусство Для радости Оно Оно Дает Много Радости Оно Дает Много Радости Прежде Всего Вот Совершенно Негреховного Свойства Оно Волнует Тебя Оно Настраивает Тебя Оно Как-то Воспитывает Тебя Совершенно Может быть Другими Путями Иногда Не достучится До тебя Какой-нибудь Серьезный Богослов А прочитаешь Стихи И Вдруг Что-то Кольнет Тебя Ну вот Как Я вот Только что Прочел Лекцию Про Эволюцию Образа Божьего В творчестве Позднесоветского Рок-андеграунда И мне человек Пишет В комментариях Что Надо же Я получил Духовную пользу Казалось бы Абсолютно От светских Рок-музыкантов То есть Такую Причем Которую Не всегда Получаю Вот В церкви Там От проповеди Там Например И так далее Так бывает К сожалению Вот Бог по-разному К нам Стучится В сердце Я помню В свое время Вот для меня Стал прям Откровением Строчка Из песни Прогулки По воде Наутилус Помпилиус Да С причала Рыбачил Апостол Андрей Спаситель Ходил по воде Андрей Доставал Из воды Чуть Пискарей А спаситель Погибших Людей И Для меня Вдруг Это Стало Таким Открытием Потому что Я вот Когда думал Что там Христос Говорит Будете Ловцами Человеков Мне все время Представлялось Что А какой-то Кошмар Ну как же так Что же за образ Такой Ну ужасный Ведь Вы Рыбаки Да Значит Вы Для чего Рыбу Ловят Для того Чтобы Зажарить И выпотрошить Зажарить И съесть Ну что же Ловцы Человеков Они что Ловят Людей Для того Чтобы Бог И ангелы Небесные Зажарили Их На небесных Сковородках И скушали Ну нет Конечно Просто Как раз Вот В этом и Отличие Служение Апостола От Профессии Рыбака Рыбак Достает Рыбу Для того Чтобы Зажарить И съесть Апостол Достает Людей Из моря Греха Для того Чтобы они Были живы Как вот И из воды Собственно То есть Препятствует Их превращению В корм Для рыб Ну и То есть Казалось бы Ведь это же Такая очевидная Довольно мысль Но как-то Она мне в голову Не приходила Пока я вот Эту песню Не прослушал А иногда Бывают ведь Очень тонкие Какие-то Такие моменты Чисто на Ассоциациях Построенные Даже в общем-то Не в прямую Ну то есть Прозрение Случается То есть Во-первых Радость Во-вторых Все-таки Духовное назидание Бывает Вот с неожиданной Стороны Приходит Естественно Всякое подобное Духовное озарение Следует По ним Проверять На Ортодоксальность На полезность В русле Как раз Учение Божьего Учения Библейского Святоотеческого Церковного И так далее Вот такая Штука Спасибо Что бы вы Посоветовали Почитать Для желающих Принять священство Что по вашему Мнению Нужно обязательно Знать Священнику Это вам Надо поступить В семинарию Там вам Все книжки Дадут Библию Библию Надо конечно Читать Ну Вообще Надо начинать С детства В детстве Надо прочесть Обязательно Винни-Пуха Вот Мио Мой Мио Там Астрид Лингрен Про Карлсона Обязательно Надо прочесть Сказку О мертвой Царевне И семи Богатырях О царе Салтане О рыбаке И рыбке В общем Надо просто Много читать И расширять Кругозор Готовясь К служению Священника Потому что Священник Должен Уметь Понимать Людей Культура Способствует Расширению Кругозора А дальше Очень специфические Конечно Книги Книги по Богословию Книги Ой Вас завалят Учебниками В хорошей Конечно Семинарии В плохой Вас будут Просто натаскивать На то Чтобы совершать Богослужение А в хорошей Семинарии Конечно Вас это Нагрузит Хорошими Учебниками Например Если вы попадете В западную Семинарию В католическую О Там первые Два года Будет Философия У вас будет Логика И так далее То есть Вы Будете учиться Мыслить И так далее А потом Уже Начнется Богословие Специфическое Изучение Иностранных Языков Библейских Языков Латыни Ну и так далее Это Вообще Процесс Очень и очень Сложный Процесс Не только Информирования Но и духовной Духовной Формации Как Священника И конечно Его нельзя Свести только К прочтению Книг То есть Вот Было бы Ошибочно Предположить Что я вам Дам сейчас Некий Список Книг Которые вы Прочитаете И все И станете Священником Нет Так не бывает Обучение Священника Это Прежде всего Процесс Духовной Формации Который Должен Проходить Под Чутким Руководством Ну Духовно Духовных Духовно Опытных Преподавателей Учителей И так далее Тоже Священнослужителей Так Третий Вопрос От Сергея Федорова Святитель Иоанн Златоуст Пишет Убедим Самих Себя Что Хотя бы Мы тысячу Раз Употребляли Старания Мы Никогда Невозможем Творить Добрых Дел Если Не будем Пользоваться Влечением Свыше Из опыта Мы знаем Что люди Неверующие Способны Своими Природными Силами Избавляться От тяжелых Зависимостей Совершать Подвиги Самопожертвования И делать Другие Удивительные Дела Вопрос Что Благодать Божия В практическом Плане Добавляет Человеку В совершении Добрых Дел Кроме Сообщений Невидимой Духовной Ценности Которая Превращает Их В заслуги Перед Богом Безусловно Человек Неверующий Может Совершать Благо Это Благо Никогда Не будет Спасительным При этом Оно Может быть Подлинным Если Вы Будучи Злы Умейте Даяние Давать Добрые Детям Вашим Да И само Отречение Среди Неверующих Встречается И даже Борьба С определенными Зависимостями Но Благодать Божия Не просто Наделяет Наши Добродетели Некой Духовной Ценностью Благодать Божия Ведет Нас В первую Очередь К спасению Это Вот То Что То Чего Как раз Невозможно Добиться Собственными Силами Этот Вопрос Ну Кажется Само Собой Разумеющимся А ведь Он Довольно Таки Краеугольный В данном Случае Ну Вот Без Него Все Все Не имеет Смысла Потому Что Это Как Вот Это Все Олег Старается Повсюду Уравновесить Зло Добром Увидел Парни Бьют Мальчишку Красиво Рядом Станцевал Все Вспоминается Мне Вот Этот Стишок Пирожок То есть Это Попытка Красиво Рядом Станцевать Когда Парни Бьют Мальчишку То есть Ты Будучи Человеком Неверующим Бьешь Христа Ты Будучи Человеком Неверующим Распинаешь Сына Божия Плюешь В лицо Своему Богу Отцу Создателю Тому Тому Кто Не Просто Создал Тебя А Тому Кто Облагодетельствовал Тебя Многократно Который Любит Тебя Который Сына Своего Для Тебя Не Пощадил А Ты Считаешь Это Все Ни за Что Ты Презираешь Его Отвергаешь Его Глумишься Над Ним И так Далее Даже Если Ты Не Глумишься Впрямую Но Делами Своими Безбожными Мировоззрением Своим Преступлением Безчестишь Бога И так Далее И Это Ведь Вот Это Обращает В ничто Все Твои Добродетели Хорошо Ну то То есть Да Увидел Парни Бьют Мальчишку Ну допустим Некрасиво Рядом Станцевал А самоотверженно Бросил Курить Да Там Условно Горее А Может быть Не увидел Что парни Бьют Мальчишку А увидел Что Христа Приглаждают К Кресту И Бросил Ну при этом Да Вот Не уверовал В него А бросил Курить Ну то есть Вот вы понимаете Абсурдность Вот этих Вот Сопоставлений Да То есть Вот Несопоставимость Всего Вот этого Это Какой-то Фарс Ну Плохой Очень Дешевый Да Так нельзя При этом Конечно Написано Что Вот Господь Производит В нас Их оттение И действия По своему Благоволению Это же Тоже Очень важный Момент Он Ведь Наш Характер Формирует Обоживает Обоживает Мы Обоживаясь Да Ведь Избавляемся От гномической Воли Еще вот в эту сторону Надо Подумать Да То есть Вот в обоженном Человеке Нет гномической Воли Воли выбора Потому что Он Теперь Абсолютно Свободен Он Причастник Божеского Естества Он Ну как Он не может Теперь выбрать Зло Он не может Грешить В этом Подлинная Свобода То есть Вот это В нем Только воля Природная Которая В резонанс С Божьей Волей Значит Работает И вот В эту сторону Тоже очень важно Помнить Смотреть Потому что Именно Ведь В этом Это Действие Благодати Божьей Только так Мы становимся Обоженными Когда Бог Нас Обоживает Дух Святой Вот Так Да Не иначе Поэтому Роль Благодати Божьей В деле Наших Добродетелей Невозможно Переоценить Пойдем Дальше Рустик Зафериди Интересуется Мир вам Ваше Высокое Преосвященство Владык Скажите Пожалуйста Где вы Берете Вино И какое Для Евхаристии Какое Лучше Всего Кто Делает Обладки Есть ли Что-то Наподобие Просфор Как у Православных Варят ли Старкатолики Святой Мира И как Свидетельствовать Протестантам Точнее Баптистам Особенно В разговоре О предании Значит Где мы Берем Вино Вино Покупаем Покупаем В обычном В обычном Магазине Белое Сухое Мы служим Ну как Многие Западные Христиане Служат На белом Сухом Вине Разумеется Оно Не должно Быть С примесями Без примесей Это должен быть Чистый Такой Вот Очень Продукт Это должно Быть Натуральное Вино Несколько Там Для этого Есть Способов Определить Что это Чистое Виноградное Натуральное Вино Без Всяких Примесей Значит Какое Лучше Всего Да ну Любое Вот Которое Чистое Виноградное Ну Почитайте Отзывы Почитайте Собственно Говоря Этикетку Вниматель Вот Кто делает Облатки Облатки Изготавливают В Польше Ну вообще Облаткой Называется Такой Хлеб Для Рождественских Семейных Ужинов А то Что используется Для евхаристии Это называется Хости Или коммуниканты Ну как правило Если вы Приходите В католическую Лавку То маленькие Такие Вот Кружочки Называются Коммуниканты А крупные Такие Которые Преломляют Священник Называются Хости Вот И то и другое И третье Кстати Облатки Тоже Продаются В любом Католическом Магазине Вот Ну в России Они из Польши Традиционно Завозили Сейчас не знаю Как завозится Может быть Сами Что-то Кто-то Пекут Ну вот Ну то есть А вот Что-то Наподобие Просфор Вот как раз Облатки Я говорил То есть Покупается Специально Освещается И раздается Прихожанам Чтобы вот Например На Ужин Рождественский Ну вот Эту облатку Там Глава Семейства Преломляет Молится Это не Евхаристия Это просто Такая традиция Очень хорошая Ну вот Варят ли Старокатолики Святой мир Святой мир Старокатолики Как и католики Безусловно Изготавливают Каждый Страстной Четверг Правящий Епископ Имеет право Это делать Епископ В своей Епархии Его изготавливает Просто путем Смещения Смешения Ингредиентов Как правило Бальзама И еле Еле Должен быть Тоже чистый Ну Оливковое масло Прямого Отжима Вот этот Вернаж Да Там Так называемый Ну и Бальзам Там уже Каждый Подбирает По собственному Вкусу По традициям И освещает Епископ Посвящает Мира Для своей Епархии Потом Передает Значит Соответственно Если Вот Священнику Дается Право Там Например Мира Помазывать Иногда Такое Бывает Да Дают Священникам Для таинства Мир Помазания Ну Вообще В западном Обряде В римском Обряде Мир Помазания Стараются Только Епископы Совершать Там В редких Случаах Даются Священникам Ну У нас Попроще С этим Мы можем Как бы И по Западному И по Восточному Способу Мир Помазывать Поэтому Если У меня Священник Просит Мира Для Мир Помазания Я ему Конечно Отливаю Немножечко Вот Особенно Если Он Служит Далеко Например Там Тяжело Мне Приехать Для Конфирмации Вот Как Свидетельствовать Протестантам Точнее Баптистам Особенно В Разговоре О предании Значит Как Свидетельствовать Ну как Словами В основном Словами Ну как Всегда Можно То есть Что такое Предание Для баптистов В первую очередь Это безусловно Ну Баптисту Будет в первую очередь Наверное Не безинтересно Узнать Что предание Это Во многом Еще и традиция Толкования Библейского Текста Можно Поговорить О словах Апостола Петра Которые Он Говорит Что вот Когда возлюбленный Брат Павел Нам пишет Что-то там Неудобно Разумительное Что невежды И неутвержденные К собственной Своей погибели Превращают Как и прочие Писания Вот видите Библию Оказывается Можно Извратить А вот Как правильно Толковать Как узнать Что вы Правильно Толкуете Библию Конечно Должен быть Некий Консенсус Мы должны Понимать Библию Так как Понимал Христос И апостолы А как Понимали Апостолы Они что-то Сообщали Своим Ученикам И так далее При том Что вот Ну Ну или там Можно Вспомнить Евнуха Который Спросил Филипп Разумеешь Что читаешь Как могу Разуметь Если кто Не наставит Меня То есть От правильной Интерпретации Библейского Текста Многое Зависит А теперь Вот возникает Вопрос Мы Часто Задаем Ну Спрашиваем Мнение Ну вот Как вы думаете Братья и сестры Ну вот Протестанты Можно Как вы думаете Братья и сестры Что значит Этот текст Священного Писания Там Собираются На малых Группах Что-то там Обсуждают И так далее То есть Мы даем Слово Значит Дяде Васе Водопроводчику Там Петру Семеновичу Старшему Менеджеру Василисе Петровне Там Младшему Бухгалтеру Мы Но почему-то Не даем Право Голоса Святителю Аму Златоусту Августину Блаженному Василию Великому Григорию Богослову Вам не кажется Что это Как-то Перебор Что такое Священное Предание Это Предоставление Права Голоса Нашим Благочестивым Предкам Грил Честертон Вообще У меня Есть Целый Цикл Видеопередач Он называется Мои Неопротестантские Фобии Там Есть Про Предание Целое Собственно Видео Можете Его Посмотреть Владыка Вы Совершали Чин Освящение Мира Если нет То Планируете Конечно Совершал Да Дважды Вот В прошлом Году Не освящал Потому что Не кончилось Ну то есть Оно еще Есть И Я Не думаю Что на эту Пасху Надо будет Осветить Ну Но мы Посмотрим Да То есть Посмотрим Надо будет Провести Мы Проведем Совещание С священниками По этому Поводу И Придем К какому-то Решению Надо Или Не надо Так Пойдем Дальше Вот Андрей Будко Интересуется Давно Не писал Владыка Сердечно Приветствую Вас Вопрос Касательно Крещения По православному Веручению Насколько я знаю При крещении Младенца Необходима Вера Родителей И тогда Таинство Является Действуем По католическому Таинству Действует Независимо От веры И Вот Тогда Вопрос Касается Большинства Детских Крещений Наших Православных Людей Зачастую Родители Крестят Ребенка Вообще Без намека На христианскую Веру И вот Конкретный Пример У меня В детстве Часто Болела Голова И моя Мама Привела Меня К какой-то Гадалке А та Ей Посоветовала Меня Крестить Чтобы Снять Типа Какую-то Порчу Или Что-то В этом Роде Можно ли Считать Такое Крещение Действительным Все-таки Вера Родителей Важна Но Не Обязательно Важна Вера Младенца Которые По умолчанию Веруют Ну Тут Смотрите Какая Ситуация Вообще По западному Богословию Мы понимаем Что Субъективная Диспозиция Взрослого Человека Который Принимает Таинство Крещения Не Является Причиной Благодати Причиной Благодати Является Господь Бог Иисус Христос Значит Субъективная Диспозиция Это Необходимое Предусловие Передачи Благодати То есть В частности Вера Вот Взрослого Человека А У ребенка Мы же не знаем Есть там вера Или нет Священное Писание Свидетельствует Что есть Вот По вере Я много раз Об этом говорил Но мы Это не знаем Да То есть Поэтому Мы даже Мы даже Не должны Собственно Об этом Задумываться Дело в том Что ведь Вера Не является Действующей Причиной Оправдания То есть Мы оправданы Благодатью Спасены Вера Это акт Диспозиции Равно Как и другие Акты Диспозиции Вот Например Августин Блаженный Говорил о том Что По вере Церкви Мы крестим Младенцев В первую очередь То есть Вера Родителей И восприемников Важна Но скорее Так То есть Вот Если Конечно Важна вера Человека Если он Может Веровать Ну Вот В понятном Нам смысле Да То есть У него Есть Интенция Желание И мы Можем Ее Прочитать У младенца Мы Прочитать Не можем Ее Бог Только Может Прочитать Эту Его Интенцию Да Поэтому Мы Не имеем Права Говорить Есть Там У него Вера Или Нет Мы Никак У нас Верометра Нет Поэтому Конечно Далее По Приоритетности Это Вера Церковь Служитель Церкви Точно Верует И церковь Верует Но и родители Конечно Должны Веровать При этом Несовершеннолетние Дети Принимают Благодать Без Их Как бы Там Согласия Первородный Грех Передается Без Нашего Согласия И благодать Христова Конечно Так же Без Нашего Согласия Может быть Воспринято И уж Там Многократно Спасение Или Исцеление Или чудо По вере Другого Человека Совершалось И это Описано В Священном Писании Как правило Для того Чтобы эту Веру Поддерживать Конечно Родители Должны Быть Воцерковлены Потому что Именно Вера Церкви В данном Случа Выступает Вот Этой Самой Диспозиции Субъективной Диспозиции Для Крещения Младенца А если Родители Не являются Членами Церкви Тут Довольно Проблематично Говорить О вере Церкви Именно Поэтому Родителям Невоцерковленным Должен Отказывать В принятии Крещения Но Бывало По-разному Вы право В православной Церкви И здесь Вступает В силу Другое Понимание Что Ни одно Таинство Совершенное Действительным Образом Ну то есть Законным Служителем Там И так далее Хотя Для крещения Крещение может быть И мирянином Даже Преподано Главное Чтобы он Не нарушал Форму Крещение Да И Имел Намерение Делать То что Делает Церковь Вот А потом Уже Через Таинство Миропомазания Восполняется Да Дополняется Это таинство Крещения Ну вот Таким Образом Мы Конечно Вот Видим Что Священник Да Все сделал Правильно Младенец От него Не требуется Ничего Такого Да То есть Он Значит А вот Родители Если Не воцерковленные Люди То они Конечно Если они Из суеверных Каких-то Побуждений Все это Делают Но это Их грех Безусловно Да И если Священник На это пошел То благодать Божия Все-таки Не бывает Вот Благодать Таинства Все-таки Не бывает Совершенно Бездейственной Меня Тоже В детстве Крестили А родители Мои Были Не воцерковлены Более того Это было Сделано Ну как бы Втайне От родителей Все все Знали Конечно Ну втайне Типа Вот Может поэтому Я и верующий Я вот кстати Всегда Сколько себя Помню Жил с ощущением Того Что что-то Такое Есть Что вот Бог Он существует Какое-то Внутреннее Религиозное Чувство Да и Вы тоже Вот видите Верующий Человек Кто знает Не потому Лишь Что Был Крещён В детстве Вот Такая Вот ситуация А ингредиентов Так же много Как у православных Нет Я же говорю Два ингредиента Еле и бальзам Вот И всегда Из этого Нового мира Значит Частица Старого Вот такая Вот ситуация Так Слава Иисусу Христу Во веки веков Так Ну что Вот у меня Письма-то Кончились Я смотрю Что и Вопросы в чате Тоже Кончились Ну наверное Поэтому Следует нам Как-то Завершить Нашу Сегодняшнюю Встречу Давайте Мы Об этом Помолимся И будем Потихонечку Это дело Как-то Заканчивать Помолиться 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 Твоем Твоем Неустанное Сострадание Да Очищает И укрепляет Церковь Твою А поскольку Без тебя Она не может Спастись Управляй Ею По милости Твоей Через Господа Нашего Иисуса Христа Твоего Сына Который Который С тобой Живет И царствует В единстве Святого Духа Бог Во веки Веков Аминь 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 Ну что ж Спасибо Всем Благослови Вас Господь Спасибо Что Были Здесь Обязательно Подписывайтесь На все Мои Каналы На ВК На Рутуб На Ютуб Пока Меня еще В Рутуб Никто Не забанил Сейчас Всех Что-то Банят Русских Ну Меня Пока Нет Значит Поэтому Есть Смысл Подписываться Больше Всего Конечно Важно Подписаться На Бусти Вот Значит Чтобы Поддержать Наше Служение Ну И так Далее Спасибо Всем За Внимание Господь С вами Да Благословит Вас Всемогущий Бог Господи Отец Сын И Дух Святой Идите В мире Увидимся С вами Бог Наст Всем Пока Пока